В детской школе искусств номер 18 состоялось первое мероприятие по Пушкинской карте, участниками которого стали воспитанники отделения школы искусств и ученики первой школы. Мы подключились к Пушкинской карте, участвуем в проекте в этом, который, конечно, имеет очень важное значение, потому что направлен на то, чтобы приобщать наших детей к культуре. И сегодня в нашем мероприятии принимают участие наши учащиеся, учащиеся первой школы. Мероприятие подготовлено преподавателями и учениками нашей школы. Надеемся, что первый блин не будет комом. Первое мероприятие посвятили творчеству величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. Он жил и творил больше века назад, но его произведения продолжают звучать и сегодня. Вряд ли найдется человек, который не знает новогоднюю сказку «Щелкунчик» или балет «Лебединое озеро». Музыка Чайковского словно наполнена волшебством. Он написал 10 опер, 3 балета, музыкальные номера к драматическим спектаклям. Его образы природы, сказочных персонажей и сюжетов детской жизни находят отклик в юных сердцах. А потому не случайно организаторы решили познакомить молодое поколение с фортепианным циклом пьес «Детский альбом». В мероприятии приняли участие вокальная группа преподавателей «Вдохновение», а также ученики музыкального и вокального отделений школы. Ведущие Татьяна Никонова и Ольга Морозова познакомили гостей с историей создания сборника. Рассказали, как проходил в конце XIX века день из жизни обычного ребенка. Каждый музыкальный и вокальный номер сопровождали фрагменты мультфильмов, в которых звучала музыка из детского альбома Чайковского. Мероприятие принесло самые положительные впечатления, как выступающим на сцене концертного зала, так и всем слушателям. В детской школе искусств номер 18 готовится план других интересных и познавательных мероприятий, которые также можно будет посещать по Пушкинской карте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.